Продолжение следует... 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 ранние стадии и позволяют уже на этих этапах оказывать такое более полноценное, более высокоэффективное воздействие. Если мы говорим о том раке лёгкого, конечно же, мы его оперируем, но понимаем, что далеко не всегда хирургическое лечение приводит к полному успеху. Пока, по крайней мере, поскольку мы понимаем, что риск рецидива существует и определяется он в том числе и рядом характеристик, и опухоли, и пациенты. О которых мы, в принципе, не будем сейчас говорить, они общеизвестны. Поэтому, разумеется, необходимость лекарственного воздействия и в послеоперационном периоде, она уже определенное время назад была, потребность в этом была установлена, и исследование, и уже рутинное применение такого адювантного назначения лекарственных агентов, оно, конечно же, уже нам известно. И если мы посмотрим такие обобщающие уже данные о том, как влияет адювантная химиотерапия, мы помним, что она должна быть платиносодержащая, конечно же, химиотерапия, она влияет на общую выживаемость, влияет, ну, наверное, по современным уже представлениям незначительно, но обеспечивает абсолютный выигрыш в общей выживаемости до 5% через 5 лет. То есть кривые выживаемости расходятся, и, конечно же, мы вот эту опцию назначения платиносодержащих режимов после операционного периода используем уже на протяжении последних 25 лет, наверное. И, конечно же, желание повысить максимальную эффективность адювантной терапии, она присутствует, поскольку вот эти особенности, так называемые ограничения адювантной терапии связаны с тем, что выигрыш в общей выживаемости не самый большой, да, при определенной токсичности лечения, комплоентность выполнения адювантной терапии далеко не стопроцентная, да, то есть многие пациенты не доводят по ряду причин этот вид лечения до конца, да, до 3-4 циклов. Токсичность химиотерапии, ухудшение качества жизни лечения, ну, в принципе, малое влияние там на локальный контроль, то есть, конечно же, такое вот просто назначение платиносодержащих режимов в адювантном этапе, конечно же, оно не удовлетворяло нас и требовало дальнейшего изучения и возможного внедрения современных методов лечения. Поэтому вот как раз методы использования уже иммунотерапии, иммуноонкологических препаратов в адювантном режиме, они изучались и проводились рандомизированные исследования, и, в принципе, то, что мы видим уже плоды этих исследований и, в принципе, регистрацию иммуноонкологических препаратов в адювантном режиме, это как раз-таки вот на примере, например, от изолизумаба, мы видим, что пациенты, получавшие платино-содирающие режимы и в дальнейшем перешедшие на терапию атузолизумабом имеют принципиально лучшие показатели как в безрецидентной выживаемости так и в общей выживаемости снижение риска смерти происходит практически на 30-40% поэтому опция применения иммунокологических препаратов в адювантном режиме она уже сейчас есть и должна быть реализована у пациентов с определенным уровнем экспрессии ПДЛ-1 в частности больше 1% эта эффективность принципиально выше еще раз подчеркиваю что пациент должен максимально быть обследован на эти параметры до начала до выбора оптимального режима лечения и разумеется та опция, которая мы скорее всего и в крупных клиниках она может быть использована скорее всего мы к этому и придем еще большей персонализации лекарственной тактики когда мы определяем например и циркулирующую опухолевую ДНК мы видим как еще больше расходятся кривые безрецидентной общей выживаемости в том случае если наличие или отсутствие циркулирующей опухоли ДНК после операции у нас определяется в этой ситуации мы еще больше эффективность и адювантной лекарственной терапии и лучевой терапии мы можем ожидать поэтому конечно же вот эти вот опции они существуют и могут быть использованы если мы говорим о возможностях таргетной терапии в адювантном режиме тоже уже на протяжении последних нескольких лет уже опция использования асимиртенибы в частности у пациентов имеющих мутацию в гении GFR драйверную она уже доказана и доказана с большим успехом вплоть до того что лечение исследование было даже завершено не до преждевременно поскольку выигрыш который получают пациенты имеющие драйверную мутацию получающую асимиртениб выигрыш в плане безлицидивной выживаемости он конечно же был настолько драматичен что безусловно все пациенты с драйверной мутацией были в дальнейшем переведены на адювантную терапию асимиртенибом мы видим практически на 70 процентов на 85 процентов снижается риск лицидива у пациентов получающих таргетную терапию в адювантном режиме медиана безлицидивной выживаемости у этих пациентов превышает 5 лет при второй при третьей а стадии поэтому конечно же необходимость генетического тестирования по крайней мере на наличие мутации генеи GFR у больных начиная с первой B тем более со второй стадии конечно же она однозначна поскольку эти кривые расходятся очень и очень убедительно разумеется еще более привлекательная опция предоперационной лекарственной терапии неодивантной терапии ну изначально конечно же мы говорили только о химиотерапии поскольку других у нас вариантов не было платинцоверящие режимы и здесь как раз таки мы имеем тоже очень большие преимущества предоперационное лечение мы уменьшаем размеры опухоли то есть повышаем ее резектабельность мы уменьшаем риск лицидива позволяем хирургам выполнить больше объем такого радикального вмешательства мы можем проследить эффективность именно конкретного препарата у конкретного пациента и в дальнейшем эти возможности эти препараты возможно использовать и в дальнейших этапах лечения поэтому конечно же надевантная терапия тоже довольно активно изучалась с начала 2000-х годов по крайней мере и в принципе она показала что она так же как и надевантная терапия также влияет на выживаемость тоже самый небольшой выигрыш мы видим в те же 5% но по крайней мере это те маленькие шаги в лекарственной терапии которые позволили нам приблизиться к достижениям современного этапа разумеется прорыв который совершила иммунологические препараты в надевантном подходе при многих опухолях при меланоме например мы видим исследование то же самое реализовало себя и при раке легкого поскольку ну к счастью для лекарственного лечения это опухоль высокоиммуногенная и возможности ингибиторов иммуноточных контроля при раке легкого они уже доказаны безусловно высокопоказательны и вот мы видим первое исследование применения неволумаба в надевантном режиме всего два введения с интервалом в две недели практически у половины пациентов был достигнут большой патоморфологический ответ то есть у половины пациентов опухоль или полностью исчезала или обнаружилось менее 10% жизнеспособных клеток всего после двух введений иммуноонкологического препарата поэтому вот эта вот возможность применения ингибиторов иммуноточных контроля в предоперационном этапе лечения она нашла безусловно дальнейшее развитие в исследовании второй и тем более третьей фазы и вот исследование второй фазы надим известная у больных резектабельным раком легкого третьей стадии также какая высокая эффективность посмотрите полные регрессы 63% то есть подавляющее больше 100% большие патоморфологические регрессы 83% и конечно же это реализуется в высоких показателях и безрецидивной и общей выживаемости практически вот видите подавляющее больше 100% пациентов имеет именно морфологические глубокие морфологические ответы которые в принципе как правило реализуются в повышении и показателей общей выживаемости то о чем мы говорим это возможность уменьшения стадии если мы используем включаем предоперационную химиотерапию добавляем неволумап то мы у 70% больных это приводит к уменьшению стадии заболевания и сравнивать только с 40% больных получающих изолированную химиотерапию и вот это исследование уже рандомизированное исследование чекмейд 816 уже с большим количеством пациентов с рандомизацией смотрите какая разница для пациентов получавших включавших в лечение неволумап и получавших только химиотерапию 24% это полная патомархиологическая регресс и всего 2% у больных получавших изолированную химиотерапию и конечно же эти исследования настолько убедительны что уже по крайней мере FDA в прошлом году уже включила комбинацию неволумапа и химиопрепаратов для лечения больных с опухолью больше 4 см или для больных имеющих N-плюс категорию для неодевантного терапии поэтому мы на самом деле видим такое активное смещение современных методов лечения иммуно-охологической терапии на лечение ранних стадий рака легкого видите как это все проявляется еще и в показателях общей выживаемости и абсолютный выигрыш и снижение риска смерти пациента практически на 40% при включении неволумапа которые в принципе действительно это такие прорывы которые мы видим и разумеется большое количество исследований по сходному дизайну сейчас проводится если в третьей фазе уже на основании которых мы скорее всего уже включим и другие комбинации с другими ингибиторами иммуно-ноточных контролей видим практически все неволумапы пембролизумапы отезолизумапы дурволумап в комбинации с платинозавращивающими режимами до операции оперативное и хирургическое лечение и в дальнейшем адювантная терапия этими же препаратами эти исследования они проводятся и с большим количеством пациентов до 700 до 800 пациентов в этих исследованиях поэтому конечно же это вот очень интересно и многообещающе и скорее всего на самом деле также подтвердит успешность и высокую целесообразность использования этих режимов на адювантном этапе если мы говорим о третьей стадии рака легкого то также вы уже упоминали что действительно эта стадия очень гетерогенная и конечно же требует и мультидисправильного обсуждения поскольку есть и условно потенциально диктабельный и нередиктабельный действительно это более подробно объяснит и мы видим какие разные показатели в общей выживаемости в зависимости от подстадий поэтому конечно же эти пациентов в третьей стадии нужно обсуждать совместно совместно не только даже с лекарственными терапевтами и с радиологами безусловно поскольку опций достаточно много и как раз таки здесь выходит у нас на первый план возможности уже комбинации лучевой терапии с лекарственными методами лечения и с иммуно-онкологическими препаратами лучевой терапии поскольку мы знаем что любое повреждение опухолевой клетки вызвано или цитостатиками или лучевым воздействием приводит к освобождению и опухолевых антигенов и к запуску ряда других препаратов которые и облегчают и потенцируют возможности иммуно-онкологических препаратов поэтому такой синергизм он известен он изучен и продолжает конечно изучаться и поэтому комбинированное использование химиотерапии лучевой терапии химио-иммунотерапии лучевой терапии лучевой терапии и иммунотерапии оно конечно же в настоящее время изучается и применяется уже в рутинной практике если мы говорим о нелезиктабельном раке третьей стадии то вот эволюция подходов если раньше мы имели только лучевую терапию или последовательную химиотерапию лучевую терапию Показатели, конечно же, общей выживаемости нас мало удовлетворяли. Мы видим, что через 5 лет максимум 10-15% пациентов живы. И вот исследование пацифик, которое в свое время совершило тоже революцию, и которое прослеживается уже на протяжении 6 и более лет, мы видим, как вырастают показатели выживаемости пациентов, получавших химио-лучевую терапию, и в дальнейшем в качестве поддержки эффекта получающих иммунотерапию дорволумавым. Мы видим, что медиана общей выживаемости достигает практически, ну, превышает 4 года медиана общей выживаемости больных с таким тяжелым процессом. То есть более половины пациентов переживают 5-6-летний рубеж. Конечно же, эта опция, опять же, она уже является зарегистрированной и уже рутинно используется. И если мы говорим о распространенном или диссиминированном раке легкого, то также вот эти вот три кита, на которых сейчас базируется лекарственная терапия, это химиотерапия, которую мы, конечно же, пока со счетов не убираем, не можем убрать, таргетная терапия и использование ингибиторов иммуноточных контроля, которые, в принципе, разумеется, совершили прорыв. Опять же, та стагнация, которая была у нас достигнута при использовании только пластинозажающих режимов в таком подходе, к сожалению, мы видим, какие бы мы комбинации не использовали, но влиять на общую выживаемость мы уже не могли. То есть не больше года пациенты, к сожалению, переживали, половина пациентов переживала только годовой рубеж при использовании только химиотерапии. И, конечно же, вот эти опции использования таргетных препаратов при выявлении драйверных мутаций, мы видим какое-то разнообразие, и, наверное, эта схема, она может расширяться уже каждые полгода, потому что и драйверных мутаций выявляют все больше, разумеется, несколько меньше препаратов для того, чтобы блокировать эти драйверные мутации, но, по крайней мере, это направление в лекарственной терапии, оно, конечно же, на пике, да, мы видим какое-то разнообразие всего, да, и мишеней, и лекарственных препаратов для них синтезированных. И, конечно же, мы должны помнить, да, что все больные с аденокарциномой должны тестироваться на уже большое количество мутаций, уже имеющих клиническое значение. И, конечно же, больные плосклеточным раком, особенно молодые, никогда не кулившие, имеющие смешанный гистологический вариант, тоже должны подвергаться молекулярно-генетическому тестированию, поскольку иначе это уже совершенно несовременный и неправильный подход в лечении этих пациентов. Помним о том, что жидкостная биопсия, у нас эта опция есть. Разумеется, она всю информацию нам не предоставит, имеют свои ограничения, но если мы используем ее и находим те или другие драйверы мутации, которые, возможно, определились с помощью этой методики, и, конечно же, мы должны на ней базироваться и выбирать опции. Поскольку зеленая оптимистичная кривая выживаемости больных, имеющих и драйверную мутацию, и получающую соответствующую таргетную терапию, конечно же, сроки жизни пациентов принципиально выше, чем у пациентов, которые не получают такого соответствующего молекулярно-направленного лечения. И вот, опять же, эти парадигмы 2022 года, я думаю, что это как раз та схема, которая будет и будет дополняться новыми квадратиками. Мы видим уже и первые линии терапии, и вторая линия терапии при различных видах выявлениях мутаций. По меньшей мере, сколько мы здесь уже видим, 8. И сейчас уже ХЕР-2 уже, в принципе, в 2023 год, абсолютно точно уже и клиническое применение опции при определении положительного статуса по ХЕР-2 у больных раком лёгкого, она, конечно же, уже сейчас является таким вот, уже почти рутинной. То исследование, которое нам всем известно, которое также вызвало в своё время бурю оваций об использовании осимертиниба при выявлении драйверной мутации, сроки жизни пациентов, конечно же, снижение риска смерти, они однозначно и высоки. Просто в качестве буквально иллюстрации, наверное, повышения нашего оптимистичного подхода к лекарственному лечению рака лёгкого, анти-АЛК направленная терапия, сколько много препаратов и какое быстрое развитие. За 10 лет мы видим уже, какую совокупность препаратов уже второго и, в принципе, даже третьего поколения при выявлении этой мутации. И вот те клевые, которые также при выявлении драйверной мутации, при использовании направленной терапии практически все пациенты получают эффект. Да, он какое-то время, он конечен по времени, разумеется, но он глубок, он позволяет осрочить прогрессирование на очень существенные сроки, исчисляемые буквально годами даже у многих пациентов. Поэтому, конечно же, определение мутации и использование препаратов – это очень важно. То же самое при наличии BRAF-позитивных опухолей, при использовании комбинации BRAF-мёк-ингибиторов, высокое чистое объективных ответов с высокой медианой выживаемость без прогрессирования. Мутация МЕТ – та же самая эффективность. Мутация РЭД – эти препараты пока ещё не очень рутинно нам доступны, но, по крайней мере, их высокая эффективность, она, конечно же, весьма и весьма показательна. Мутация НТРК, которую мы, в принципе, тестируем уже на протяжении последних 3-4 лет, пока не можем найти, но верим, что найдём, потому что, опять же, смотрите, какая высокая эффективность практически у всех больных с этой мутацией, использование соответствующих препаратов, оно приводит к эффективности, независимо даже от нозологической формы опухоли. Поэтому, конечно же, драйверные мутации, выявление и таргетное лечение – это очень важно. Если мы имеем больного раком лёгкого без драйверных мутаций, то, конечно же, опции иммунотерапии здесь очень заявили о себе убедительно. У больных, например, с высокой экспрессией PD-L1, 50% обычно и более, можно использовать только один иммуно-алкологический препарат, и он намного эффективнее, чем химиотерапия. В принципе, самое главное в плане именно выживаемости пациентов, кривые расходятся однозначно и убедительно. Поэтому, если больной имеет высокую экспрессию PD-L1, то он может получать только иммунотерапию и получить высокую эффективность, в том числе в плане сроков жизни своей. Если мы говорим о комбинации иммунотерапии и химиопрепаратов, то также мы видим, что комбинированное использование, у больных, может быть, с малой экспрессией PD-L1, я не углубляюсь, потому что мы в таком обществе, которое и химиотерапевтов, и хирургов, и лучевых терапевтов, поэтому на деталях я не останавливаюсь. Но мы видим, что если мы используем комбинацию и химиопрепаратов, и иммунных препаратов, то повышаем сроки жизни пациента, повышаем эффективность, повышаем часто полных объективных ответов. В принципе, длительность ответов тоже здесь мы видим кривые, именно по длительности ответа. Сохранение ответа примерно, медиана сохранения ответа в течение двух лет, то есть половина пациентов имеет полные ответы, частичные ответы. Конечно же, это, безусловно, прорывы. Поэтому, на самом деле, как выбрать правильную терапию, при всем разнообразии сложно выбрать, поскольку возможностей много. Всегда чем больше возможностей, тем, конечно же, сложнее выбирать. Но самое главное – подходить грамотно к этому выбору, то есть оценивать все параметры, о которых я постаралась вам напомнить, уважаемые коллеги, это именно статус молекулярно-генетический, статус ПЗЛ, и уже идти по тем шагам, по тем этапам, которые указаны, в том числе вот на этом алгоритме, например. Их много, они все доступны. Поэтому здесь, в принципе, действительно, это творческий процесс, и он интересный процесс, и самое главное, что он направлен, конечно же, и, вернее, приводит к возможности очень выраженного эффективного лечения наших пациентов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...